Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. У меня крик души. Морально очень плохо. Чувствую, что в этой ситуации я поступаю не совсем правильно. Но я одновременно с этим не чувствую вину. Будто бы причина точно есть и оправдание моим действиям. Меня раздражает мужа-мама. То есть мама-мужа. Плохого она мне ничего не сделала. Просто не близка мне по духу. Мужу же моему маму его... Муж же моему его мама очень близка. Вначале он даже меня пытался с ней сравнивать. После того, как я с ним обсудил это, что мне это неприятно, перестал. Должен с того говорить, чтобы я не переживал я для него. Жена это жена, а мама это мама. И он тогда это делал со злостью. Затем он говорил, что мама для него всегда будет на первом месте. После этого мы не раз планировали какие-то планы. И он между ними старался впихнуть помощь для мамы, чтобы не обидеть наверно. В общем, я чувствую себя недостаточно научной. Мне это было очень печально. С мужем пытался говорить. Он считает, что я ненавижу его мать. Говорит, что его мать ничего плохого не сделала и не сделала никогда. Чувство, что она мне не нравится, я испытал ее впервые после того, когда она, видимо, мне как подружка поделилась, что в полтора два года била моего мужа. С того это очень злилось на его отца. После этого у меня появилось презрение не жалости к мужу, а к такому ее поступку. Меня стало раздражать манера ее поведения и даже голос. Понимаю, что у меня это написано на лице. Даже не знаю, чего я хочу добиться в этой ситуации. Я просто хочу счастья с мужем, но у меня полное ощущение, что именно из-за нее у нас не все гладко. Муж в соде недавно сказал, да, как моя мама ты никогда не будешь. Теперь думаю об этом каждый день. Я ведь и не должна быть как его мама. Аноним, с одной стороны, вроде бы, вы рассказали достаточно много важных моментов. Но с другой стороны, с другой стороны, у меня почему-то осталось ощущение недосказанности. То есть вот как будто бы вы чего-то не договорили. Такое у меня чувство возникло. И поэтому я бы хотел, конечно, в первую очередь спросить, а помощь это вы какой хотите от психолога? Вы в чем нуждаетесь того в общем и целом? Какую задачу вы ставите перед психологом? Дальше. То, что вы говорите по поводу того, что у вас ощущение, что из-за мамы не все гладко с мужем, я совершенно однозначно могу сказать, что нет. Дело не в этом, не в вашей маме. То есть не в его маме, простите. А дело в вас, в том, как вы выстраиваете отношения со своим мужем. В чем суть? Суть в том, что вы позиционируете себя по отношению к своему мужу только как жена. Суть в том, что между вами мало личностного общения. Суть в том, что как будто бы между вами вообще мало общего, я имею в виду с мужем. Да, вы хорошо друг другу подходите как муж и жена. Возможно, вы хорошо друг другу подходите как мужчина и женщина, но вот в остальном у меня большие вопросы. Дальше. Что касается ссор, вы говорите мимоходом, что ссоритесь со своим мужем. Очень важно понимать, из-за чего конкретно ссоры. Очень важно понимать, из-за чего вы ссоритесь, какие причины ссоры. Это вопрос вашего доверия друг к другу. Это вопрос того, как вы друг другом общаетесь, какая коммуникация. Следующий момент. То, что вам рассказала свекровь, действительно может вызвать жалость к мужу. И это нормально. Презрение же, это защитная реакция. Да, вот мой коллега вам сказал, что, вероятно, это связано с тем, что ваши собственные отношения с мамой складывались не лучшим образом. И действительно, действительно, действительно возможно это так. Но еще может быть такое, что вы в принципе склонны скрывать свои чувства. Вы склонны, ну, не признаваться себе что ли в том, что вы вот что-то чувствуете, что вы вот что-то ощущаете, что вы вот чего-то хотите и так далее. Если это так, то вы просто не умеете говорить о том, что вас волнует. И свою задачу, ну, свою задачу как вот психолог, да, я вижу именно в этом. В том, чтобы помочь вам научиться говорить о своих чувствах. Вот. Да. Вроде бы. Вроде бы. Вы это делаете. Вроде бы, вы говорите своему мужу о том, что вам неприятно. В этом смысле вы молодец. Но мне хочется, конечно, убедиться в том, что вы действительно говорите о своих чувствах. Чувствах. На самом деле. Понимаете, да? Что я имею в виду? Вот. Как бы. На этом я хотел бы заострить, ну, на этом я хотел бы заострить, заострить ваше внимание. На мой взгляд, эээ, вот это очень важно. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду сейчас. Конечно, я вам, эээ, я сочувствую вам. Я сочувствую той, эээ, ну, той ситуации, в которой вы оказались. Я сочувствую тому, в какой, ну вот, в какой, в какой истории вы для себя оказались. Но мне кажется, что это можно исправить, если вы сможете лучше себя изучить, лучше изучить природу своего презрения, а самое главное, поработайте с чувством нужности. Вот почему ваши отношения выстраиваются так? То есть, почему ваши отношения выстраиваются как бы таким образом, что вы по отношению к мужу позиционируете себя, как жена только. Потому, здесь все просто, потому что вы хотите быть женщиной. Ну, вы, собственно, сами об этом, вообще говоря, прямо заявляете. Вы хотите быть женой, точнее, женой, простите, вы хотите быть женой для него. И для вас быть женой означает, вероятно, быть нужной. Ну, правда в том, что вы не сможете стать нужной для своего мужа и вообще для кого бы то ни было. До тех пор, пока, пытаетесь это сделать через кого-то. Например, через... Проблема нужности, это исключительно ваша личностная проблема, которую и решать нужно в этом контексте. Работать с самооценкой, работать с реализацией своей, вот, работать с доверием себе, ну и так далее. Вот. На это я бы хотел обратить ваше внимание. Почему вы, как бы, конкурируете с мамой? Это вопрос очень хороший. Откуда идет конкуренция? На мой взгляд, связано это с тем, что вы сами ведете себя как мама. Понимаете? Понимаете, да? со своим мужем. Вы сами ведете себя с ним, как мама. На мой взгляд. Потому, что по-другому не умеете выстраивать отношения. Вот так это и работает. Поэтому разбираться с этим нужно, работать с этим нужно. Выбирайте психолога, начинайте психотерапию в ответ на обратную связь. В качестве которой можете... В качестве начала можете использовать обратную связь по моему ответу. Вот. И мужа тоже попробуйте привлечь к психотерапии. Я думаю, это будет полезно. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь. Обращайтесь. Как минимум. Или эти способности не предashed. Как вы проведете. Надо большой попыток позволить positivсть.